Заседание Координационного совета Ленинского района началось с поздравления именинников с прошедшими днями рождения. У нас руководитель общественной приемной головы Ленинского городского округа. И тоже родилась сегодня, а вот год не скажу. С приветственным словом к членам совета обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Координационный совет это как объединение получается общественных организаций, ну чрезвычайно важно, я честно говоря первый раз вообще в своей жизни сталкиваюсь с таким. Это знаете как такой коллективный орган, который призван наверное да или своей миссией это вот объединение всех тех иногда не похожих на себя общественных организаций, иногда преследующих разные цели и установки, установлению своеобразного такого гражданского договора или гражданского мира на территории отдельно взятого муниципального образования. В этой организации всегда царит дружеская атмосфера. Здесь собраны все лидеры общественного мнения муниципалитета, которые ведут бесперебойную работу с населением и помогают ему в решении насущных вопросов. Многие члены Координационного совета – представители общественной палаты Ленинского городского округа. В связи с этим заседание посетил председатель палаты Григорий Авдеев, который рассказал присутствующим о процессе формирования нового созыва общественной организации и пригласил принять участие в отборе кандидатов. Общественная палата – это довольно-таки серьезный орган, который имеет системный принцип управления. Он находится как своя отдельная часть, ячейка, механизм в большой системе общественных палат регионального и федерального уровня. Поэтому для себя нужно, прежде всего, определиться, что это большое количество времени, это большой затрат силы и энергии нужно будет тратить на эту работу. Также в рамках повестки дня перед представителями Координационного совета выступила исполняющая обязанности директора Центра социального обслуживания «Вера» Наталья Троицкая. Она рассказала о работе московской областной программы для пожилых людей «Активное долголетие». Программа «Активное долголетие в Подмосковье» реализуется с июля 2019 года. Она входит в национальный проект «Демография», частью которой является проект «Активное долголетие в Подмосковье», который реализуется в нашем Ленинском городском округе. Данная программа направлена на поддержку здорового образа жизни людей старшего покорения. Завершающим по очереди, но не по значимости, стало обсуждение членами совета предстоящих масленичных гуляний, которые в округе пройдут в эти выходные. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.